7 мая в мире признан днем борьбы с астмой, а у нас в стране проходит неделя сохранения здоровья легких. Именно этот орган, отвечающий за подачу кислорода в организм, по заявлению ВОЗ, наиболее подвержен негативному воздействию. Тем более в последние годы, когда фактором риска прибавился коронавирус, экология. По данным Минздрава России, за три прошедших года число заболеваний органов дыхания выросло почти на 9%. И именно эти болезни названы в числе основных причин смертности. Шестое место. Если говорить об окруженной статистике, то в общей структуре заболеваемости населения на органы дыхания приходится треть всех случаев. И в последнее время не добавляет здоровья как взрослым, так и, что гораздо более тревожно, молодежи, до этого не существовавшие вредные привычки. Мы сейчас сталкиваемся с довольно-таки новым популяризированным методом курения. Это электронные сигареты и вейпы. Вредных веществ электронная сигарета содержит не меньше, чем обычная. То есть помимо тех веществ, которые содержит обычная сигарета, и которые пагубно влияют и вызывают, в том числе, рак легких, и какие-то воспалительные и обструктивные заболевания, электронные сигареты содержат еще такие вещества, как глицерин и тиленгликоль. На мышах исследование проводили, как дышали они вот этим паром от электронных сигарет, и уже на седьмые сутки получили в легких изменениях воспалительного характера. В этот момент уже возникают нарушения, которые не подлежат лечению. То есть это эмфизоматозные разрастания легочной ткани, но их уже сложно будет лечить, уже на седьмые сутки. Небольшой Южный ВУЗ проводил исследование, видимо, в рамках какого-то ученического такого проекта, и там примерно такие же цифры. 32,5% учеников этого ВУЗа употребляли вейпы. В нашем округе, по моему опыту, по тому, сколько детей поступает, сколько я детей смотрела, мне кажется, цифры будут не меньше.